Ну-кась-накась, как вас зовут? Ислам. Ислам. Кто правил Советским Союзом с 1924 по 1953 год? С 1924? Ленин? Нет. Без понятия вообще. Какие ужасные и знаменательные события произошли в этот период, помимо того, что этот человек правил Советским Союзом? Сверчки потом добавить? Не знаю. Хорошая идея. Обязательно добавлю сверчки. Типа, да. Ну, например, ужасное событие. Война была. Война, да. Но я, правда, честно не помню, когда она была. Кто же был у нас за старшего в Советском Союзе, когда была война? С кем воевали-то? С кем-то. Вы не знаете, с кем воевали во Вторую мировую войну? Да. Я стараюсь не интересоваться вообще политикой. Она сердечко дергает очень. Да? Становится не по себе. Блин, вопрос у тебя, конечно, круче, чем у меня. Сам тащусь. Блин, а там же было много правителей. Брежнев. Нет, Брежнев. Хрущев. Андропов. Позже, позже. Блин, не скажу. Я могу перечислить, кто правил там. Николай Второй был. В 17-м году же у нас революция была, точно. Это Горбачев. Это Сталин. Это Ленин. Это Хрущев. Кто-то из них. Точно кто-то из них. Ну, Сталин. Сталин. Не знаю, Сталин или Ленин. Что-то из этого. Ленин и Сталин. Вместе. Сидели, они на троге. Не-не-не, сначала Ленин, потом Сталин. Сталин. Сталин как раз в 1953-м году. Аллилуйя. Вопрос номер ту. Расположи по возрастанию этих мужиков. Александр Второй, Александр Невский, Иван Четвертый, Петр Первый. А, сначала Иван Четвертый, Александр Невский, Александр Первый и Петр Первый. Так, давай еще раз. Я просто прослушал. Первый Иван Четвертый. Да. Потом Невский, Первый и Петр. Все неправильно. Александр Второй. Александр Второй. Не Первый Второй. А Второй. Чем отличается Первый от Второго? То, что он был первый, тут второй. Какие были знаменательные события у первого и у второго? Первый был при... При дворе. При дворе, а второй при... При жене. При падок у него был! При жене. При жене. Иван четвертый, Невский. Это первый, Александр второй. Сначала идет Александр второй, потом Александр Невский, потом этот, кто там? Невский. Иван Калита. Ага, спасибо. Что спасибо? Пожалуйста. Просто какая-то была набор букв. Я знаю, что ты Иван Калита. У него в списке не было. Не было? Окей. Скорее всего, Иван четвертый, потом Петр первый, потом какие-то Александр были, да? Так, Александр... Невский и второй. Скорее всего, наверное, Невский, потом второй. Что-то я не то сделал. Нет, нет. По-новой, сейчас по-новой. Все было неправильно. Спасибо тебе. Давай разбираться. Александр Невский, какое у него самое знаменательное событие? Невский? Да. Что за события были при Сашке Таневском? Знаем или нет? Я просто спрашиваю, знаем или нет? Нет. Не знаем так хорошо. Иван четвертый. Какое погоняло было у него известное? Кто такой Иван четвертый? А, ну вот этот, который там еще... Картина с ним есть, да? Да. Блин, как же у него там прозвище-то было? Он такой... Грозный, грозный, да, да, да. Грозный, да. Я вот в этой Древней Руси прям... Иван четвертый. По мне видно, что я по Руси. Это ты монголо-татар, да? Не, я испанец. Испанец? О, Мигело. О, я. О, ола, ола, ой, ой, паса, ванкарарка на бинго? Да. Ты даже не знаешь свой язык. Короче, comprende дальше. Он Иван четвертый первый был, абсолютно точно. Кто такой Иван четвертый? Грозный. Какой год? Век. Хотя бы. Тринадцатый, четырнадцатый. Сына убил. Во. Во. В каком? Не помню. Примерно веке. Семнадцатый. Я запутался в них. Мрак. Ну что, давай, начинай. Тадан, там... Давай, мимо. Не будем мы отвечать на это. Я не знаю, как... Или разберемся. Давай разбираться. Давай разберемся. Давай. Скорее, Петр Первый. Какой век? Семнадцатый. Восемнадцатый. Кто дальше? Невский. Чем отличился? В русско-французской войне участвовал. Русско-французская война. Это что за война? Первая мировая. Отечественная? Нет, мировая. Восемьсот двенадцатую. Или это отечественная? Первая мировая разве была в тысячу исот двенадцатого? В каком? Первая мировая была в тысячу девятьсот четырнадцатом? А, это мировая, да, отечественная. То есть восемьсот двенадцатого. И он отличился, Александр Невский, в этой войне? С Багратионом и с Кутузовым они бились на холмах Бородинского поселка Поля. А, Бородинского поселка. Игоря. Бородино. Александр Невский. Александр Невский. Йок Макарев. Невская битва. Когда Невская битва была? Я не знаю, я в истории не силен абсолютно. Тысяча двести сорок второй год. Кто такой? Тысяча двести сорок второй год. И тысяча двести сороковой год. Прямо у меня на районе. Правильно? Первый у нас получается идет Невский, а потом у нас идет либо Петр Первый, либо Иван Четвертый, по-моему, сейчас стоп, Иван Четвертый, Петр Первый, Иван Четвертый и Александр Второй. Фиксируем или нет? Пожди, секундочку, секундочку, я записываю. Так. Ну, Александр Второй уже после Петра Первого был. Что такое сделал популярное самое? Припускное право от меня? Ну. Тысяча восемьсот шестьдесят восьмой? Первый, да. Шестьдесят первый. Железную дорогу он построил в шестьдесят пятом году. Ну, так я знаю. Петр на Борода вел налог. Ты видишь, ты очень умный человек. Невская битва, ледовое побоище. Когда? Тысяча пятьсот... Тысяча шестьсот. Тысяча двести сороковой. А, тысяча двести сороковой. И там сорок второй тоже было дело. Он первый. Он первый. Он первый. Потом... Иван Четвертый. Потом Петр Первый и Александр Второй. Все тудыся. Все. Вспомнилось. Спасибо. Иван Четвертый. Мостная подсказка. Потом Иван Четвертый, да, там был? Четвертый. Потом Петр Первый и Александр. Как же сложно. Мост не хочет работать. Тогда мы перейдем к следующему вопросу. На Куликовом поле этот князь разбил врага. Невский. Куликовское побоище. Битва. Куликовская битва побоище. Ага. Александр Невский. Никто еще не ответил на этот вопрос. И все почему-то называют Александра Невского. На Куликовом поле Куликовская битва. Князь. Какого врага? Шведов. Нет. Нет. Куликовская битва. Александр Невский. Подождите. Что была за битва? Куликовская битва. Зачем? Зачем эти войны, скажите мне? Сколько можно? У меня такой ситуации. Сколько можно? Зашел я посмотреть, думаю, дай-ка какие-нибудь выберу вопросики по истории. Одна разруха. Одна война. Люди. Люди. Психи. Ладно, я не буду об этом говорить, потому что за это могут еще и нахрен посадить. К сожалению, да. А, разбил врага. Так это... Немцы? Немцы, по-моему, нет. Что за мужик разбил? Куликовская битва. Какого врага? Что, какого врага? Немцы? Куликовского. Немцы. Куликовского врага на Куликовом-то поле. Куликовская битва? Куликовская битва. а я перепутал ты перепутал ё-моё на куликовом поле кули 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 еще песня это кули 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 куличей я не помню куликовская битва печенегов каких-нибудь одного там мужика который был за старшего звали мамой татар-монголов либо монголы либо либо татара либо монголы либо татары боли 1380 куликовская бита кто разбил махач болен со шведами не забыл и гиги и гиги что за и гига и катара монгольская этих полководцев их не так уж и много если ты их по перечисляешь может быть тыкнешь полководцев тыкал кай именно в эту щель юноны владимир красное солнышко это вообще рано куда-то я я в другую сторону пошла надо перенаправляемся так куликовская битва куликовское поле не александр и раз тоже опять меня на меня на древнюю русь у меня хрен с ним тогда ну получается что так ответ на какой и 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 дмитрий 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 лжи дмитрий больше кихот дон кихот дмитрий дмитрий как зовут река дмитрий река донской донской о батюшке думали тишки по милую дмитрий дмитрий куй донской все верно ухты ай мамача вот такая доля воровская в период правления кого распался советский союз сталин я божа николая 1 а распал 2 йог макарёк распался кто последний был ельцин не просто брежнев ты чувствуешь когда мне кажется древнюю историю древней руси я знаю лучше чем историю в период кого так ельцин это уже совсем все а перед ельцин им хрущев горбачёв нет горбачёв тоже хрущев да хрущев хрущев развалилась ссср ну получается что так наверное да не удивляется а сколько вам годиков 25 йола при президенте этого йола чего такого хорошего нет что я все шаблоны разрушила а что что с чем удивляю вы вы люто ответили неправильно вопрос который бы я задал какому-нибудь девятнадцатилетнему мальчишке или девчонки он бы потупил мне это и на дело в том что я не выставляю ответы которые правильно конечно ну конечно народ они не хотят что-то так все тупят все тупят грязи говно а я тут умничаю стою зачем-то все идет хорошо пока вы шоу брежнев и он с пятном на голове борис нет это есть пятном на голове он еще живой до сих пор да не вот нет уже нету его уже в живых давно нету раиса жена был не флешенка раиса махмудовна раиса было у него да мне его-то фамилию не вспомнить а ты нет нет чем же помню да нет кельцин уже после после распался советский союз во время правления этого человека знаете подумала я что история совсем не мое хочу вылезнуть хрущев или говорилось на буковку горбачев у меня путаете я путаю а да мимо советский союзка распался до горбачев был вот и е-мое горбачев в каком году было бородинское сражение про него мы сегодня лишь обойте тридцать девятый год 1239 1412 бородино бородино я знаю год не знаю не помню помню только последние три буквы гаде петрович хреново ладно с кем это было отечественного отечественная война а получается первое первое я понимаю ну что ну не настолько же настолько же у меня прошу прощения ну так давайте рассуждать логично под ушкой бородино с кем с кем с шведами нет бородинское сражение а это ледовая побоище не вспомню год есть стихотворение у лермонтова есть 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 у пушкина есть тоже стихотворение у есенина есть тоже стихотворение творение скажи-ка мама ведь не даром москва спаленную зами отдана с французами отдана 1839 1800 не 39 ну ты говоришь венастый век классе две ножки француза кто было кто был главный француз наполеон когда это было как раз таки александр первый против наполеона наполеон александр первый у нас был второй он был в 65 году в 1800 до строил форт бояр там вот этот карлики эти бегают и не правда он достроил форт боярд тем более француз а этот хочу смеешься да начал его строить этот карл 14 достроил его наполеон форт боярд я читал войну и мир читал давно в школе еще 800 17 получается с французами мы воевали в первой в отечественной войне 1812 все хватит 1812 год ну какой же 14 12 14 ну еще восемьсот двенадцать ночь на его мое спасибо еще в нашей передаче приветствуются такие вот харизматичные веселые участники я кстати спрашивал как вас нет да вот так вот и живем говорится на одну вашу зарплату напомним что спонсора передачи это ведущий корпоративу праздников свадьев и не свадьев только не детских мероприятий дошкольных это я в описании будет ссылка на канал этого чудесного человека так на чем вы становились на бородинском сражении при каком правителе была война в период с 1700 по 1721 год и черт меня дернуло про одни войны вот так вот все вопросы задавать фу по-любому это была какая-нибудь турецкая война потому что в этот период мы активно с турками махались возможно кто-то из александров какой-нибудь вот здесь можно поковыряться в датах и засекты ница как говорится за что куда сделать а можно по русски мы и будем сейчас наблюдать 1700-1721 год как война называлась русско-турецкая северная война кто же в эти даты мог у нас-то на руси кайлом то махать в качестве президента президента из какого города секундочку а там случайно не не эпоха уже жить пётр либо что-то вот да тут-то тот район екатерина нет не туда пошла вы из санкт-петербурга нет каком году основан питер не в курсе с датами проблемы туда тут все понятно ну да получается но получается тогда петр первый петр первый ненавижу даты я ненавижу даты здесь можно логически порассуждать вот есть какие правители в артеру и там был вот и все все вот и все с кем воевали с японцами со шведами сошли и прикол при петре петр первый не просто это ткнул ну война северная со шведами а со шведами сипа он выиграл говорят говорят обычно всегда говорят что мы выиграли на самом деле там все было непонятно непонятно говорят что он даже бабла им нормально от мусолил чтобы мы пользовались этим всем районом ленградской областью еще там короче там такие замуты у них были ваш зато он там пасть разрывает льву типа красава то его знает в этой истории хрен что поймет просто я считаю что история это такой степени книга написанная переписуемая переписываемые мои мои записываем а что хрен поймешь вообще не творили чудили и мудили вас согласен ладно вопрос философский последний самый главный это это вот именно это что нужно назвать есть убийство убийство это есть и сколько бы людей не собиралась вместе чтобы совершить убийство это и как бы они себя не называли убийство все равно самый худший грех в мире сказал лев николаевич толстой про что он говорил убийство произведение решил сказать митинги митинги протесты либо как будто что-то про забывание истории возможно очень актуальный вопрос да люди это делают говорят что мы делаем это ради вот этого мы делаем этого так надо но это все равно убийство это убийство а убийство это самый худший грех в мире ёшкин-то кот пора бы уже это понять наконец-таки людям всем 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 на этой планете и ради чего бы это не делали но елки-палки это дети дети это даже знают мой ребенок даже в этом врубается она охренела когда узнала что это сейчас есть в мире эти серьезно говорю недавно недавно она узнала что это происходит она горько серьезно яга рда и тоже г древние люди где делали убийство есть 6 лет она понимает что это делали древние глупые люди что сейчас люди не должны этого делать но не должны они этого делать но делают это что они делают это есть убийство что пять букв первое в сектор пристава война ну война так просто конечно йог макарек а я туда пошел нет некуда идти все здесь я еще все происходит вот прямо сейчас банально война ни хрена не банальный актуально актуально это говно спасибо спасибо тебе большое мы сфотографировали да я вам смотрю да спасибо логически дошли получается жить и такую не очень вкусную шоколад как это мило ими кажется все четко спасибо ты классно отвечал спасибо до свидания вы получаете наш приз это прям заставляет мозг работать лучше быть разноплановым интересным разносторонним так сказать чтобы уметь общаться на разные темы твой канал в ю тубе называется равкат тем более подписывайтесь на равкат и там будет моя фотография по любому любому видите кто здесь подписывайтесь пожалуйста на instagram ивана оператора нашего чудесного он есть в описании также в описании есть сообщество вконтакте хрен знает час опять что-то на химичат этот youtube может быть закроют а в сообществе мне нужно срочно наколбасить 5000 людей народу чтобы включили монетизацию там мне не хватает трех двух тысяч человек не хватает мне подпишитесь в этот контакт в этот грёбаный и ru tube тоже есть подписывайтесь туда везде везде все есть везде все есть от души подпишитесь говорю же друг закроет в натуре этот youtube и все эти сбудутся эти пожелания всех этих этих но этих всех а сволочи ну что ж дорогие друзья до свидания после там я не знаю титров возможно будет видосик а на другом канале на другом канале тоже есть видео для вас идите на другой канал и посмотрите это видео все ставьте комментарии пишите лайки до свидания до свидания аллилуйя до свидания мир всем мир об огромный мир чтобы все было спокойно у всех и хорошо до свидания ты расстраиваешь меня я потратил на тебя целый килограмм времени ужас спасибо тебе большое до свидания просто не по истории я как встречу хорошо спасибо пока когда буду скоро скоро я говорила про то что можно